Приветствую друзья, с нами снова аналитик от компании Тикмио, с именем я Артур Изятуля. В сегодняшнем узоре мы обсуждаем данные по азиатским экономикам, вышли они у нас в воскресенье и в понедельник, данные именно по производственной активности. Также немного поговорим про ЕЦБ, на этой неделе у них намечается заседание, намечаются обновленные прогнозы и, собственно, они будут вырабатывать дальнейшую стратегию по тому, как монетарный курс им придется держать, об этом обо всем мы сегодня сейчас будем говорить. Значит, сначала индекс производственной активности в Китае вышел на выходных, составил он в мае 50,6 пунктов, это чуть выше показателя в апреле, в апреле он составлял 50,8. Компоненты внешнего спроса – это важные лидирующие показатели в таких индексах, как индекс производственной активности. Эти лидирующие компоненты – это экспортные заказы и импорт, объемы импорта, они продолжили снижаться в мае, несмотря на то, что у нас происходит перезапуск экономик на Западе. Соответствующие значения индексов составили 35,8 пунктов, при значении в 33,5 пунктов в апреле и 45,3 пункта в мае против апрельского значения в 43,9 пунктов. Агрегированный общий показатель у нас вырос за счет укрепления таких компонентов, как импортные цены, внутренние заказы, ожидания по объему производства. Основной вывод, который можно сделать из китайских данных, которые мы получили, в том, что производство восстанавливается неравномерно, во-первых, во-вторых, оно сильно зависит от внутреннего рынка, потому что часть субкомпонентов, которые указывают на то, что индекс улучшения происходит именно за счет внутреннего рынка, эти компоненты растут, те компоненты, которые зависят от внешнего спроса, они остаются в депрессии или они сокращаются. Собственно, поэтому внешняя конъюнктура, внешний спрос на китайскую продукцию продолжает страдать. Это также подтверждается тем, если мы посмотрим данные по сфере услуг, оно восстанавливается в Китае более быстрым темпом, чем производство, которое традиционно больше ориентировано на внутренний спрос. Если мы говорим об индексе производственной активности, важно в голове держать очень любопытный такой факт, он очень полезен в интерпретации, это то, что индекс производственной активности относится к сравнительной статистике, то есть он указывает на то, как ситуация изменилась по сравнению с предшествующими месяцами. Почему это важно? Если мы посмотрим на этот график, индекс производственной активности, вот в Китае, он может создавать такое обманчивое впечатление, что все очень быстро восстановилось, был такой краткосрочный уход вниз до 35,5 пункта и затем все резко обратно восстановилось на тот же уровень, который был до февраля и такое складывается впечатление, что все нормально, очень быстрое восстановление и таким же темпом продолжает производство расти. Но на самом деле это не так. Еще раз, если индекс у нас указывает на то, как ситуация изменилась по сравнению с прошлым местом, то значит индекс 52 пункта в марте указывает на то, что ситуация стала чуть лучше по сравнению с февралем. Вот эта низкая точка, новая стартовая, да, и от нее нам нужно, получается, плясать и от нее нужно рассчитывать вот этот темп восстановления и вот эту траекторию восстановления производственного сектора в Китае, а именно от февраля. Это ничего, эти данные за, получается, март, апрель и май, они ничего не имеют общего с январем и с предшествующими вот этими месяцами, потому что новая стартовая точка в производственном секторе, в активности в производственном секторе, она у нас была задана как раз таки февраля вот этим падением. Что касается производственной активности в других азиатских экономиках, она также остается в депрессии. В мае вышли у нас сегодня целый ряд индексов по Филиппинам, по Южной Корее, по Тайваню, по Таиланду, да, это индекс и все производственные активности от маркетов. Показали они, что вот ниже разделительной точки в 50 пунктов остаются в мае эти индексы, да, значение этих индексов. Это говорит о том, что активность продолжает сокращаться в мае, несмотря на то, что у нас появляются новости о том, что экономики в мире постепенно, ну, объявляют перезапуск, переходят к ослаблению мер, но, собственно, пока в производственном секторе это не видно. И при этом, если изучить, вот, заглянуть под капот всех этих индексов, видно, что очень слабая динамика именно в экспортных заказах, то есть лидирующий индикатор, они пока что дремлют, это очень негативный, плохой сигнал, ну, потому что это указывает на то, что перезапуск экономик, он не дает таких быстрых и хороших результатов, да, которые мы можем ожидать. Что касается других торговых данных, очень также важным элементом по внешней торговле по Азии, это как раз-таки данные по внешней торговле Южной Кореи, показали вот они, что экспорт и импорт у нас сократились большим темпом, чем ожидалось, это что предсказуемо при такой активности во производстве, экспорт, как минимум, сократился на 23,7% против такого прогноза, и импорт также сократился больше прогноза, очевидно, что это говорит о том, что Запад останавливается не так быстро, особенно спрос именно на выпало корейскую, южнокорейскую продукцию со стороны Запада, и это вот все отражается в азиатской статистике, это вот такой альтернативный взгляд на все вот эти позитивные новости, отчет о том, что происходит перезапуск экономики, и то, что спрос восстанавливается, все восстанавливается, нет, если мы по другим углом взглянем, именно посмотрим на азиатскую статистику, видно, что вот по индексам производственной активности, по экспорту и импорту Южной Кореи, на самом деле все не так быстро, не все не так плавно происходит. Что касается заседания СБ, на этой неделе намечено заседание снова собираются чиновники, чтобы определить, что делать с монетарной политикой, как изменять ее параметры. Что важно по поводу, что касается заседания, то, что появятся обновленные прогнозы по экономической активности и по инфляции. В апреле эти прогнозы от регулятора отличались сильным разбросом, да, там были цифры от минус 5 до минус 12 процентов, как вы понимаете, это создает такое пространство для того, чтобы рынок удивился новым данным, чтобы было сюрпризы, поэтому повышается шанс из-за такого разброса, что данные, которые будут опубликованы в мае по прогнозам по росту, да, по росту по инфляции, они смогут удивить рынок и, соответственно, окажут воздействие влияние на евро и вот активы, которые, собственно, будут чувствительны к этим данным. Это европейские активы, естественно. Прогнозы ЕЦБ, естественно, повлияют также на его политику, в частности, на применение программы, экстренной программы выкупа активов, пандемической программы выкупа активов, которая была в мае, в марте, значит, объявлена, введена в действии, объем ее составляет 750 млрд долларов, выкупает ЕЦБ проблемные активы, которые больше всего пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом, и сейчас основные спекуляции, слухи, основные ожидания концентрируются на том, будет ли ЕЦБ расширять данную программу, выйдет расширить, повысит ли он этот лимит, который сейчас составляет 750 млрд евро. Если это произойдет, это, по сути, другое название расширению программы количественного смягчения, потому что, по сути, программа очень похожа, просто планка качества по выкупу бумаг, она снизилась. И, собственно, если это произойдет, если Кристина Лагарда говорит о расширении этой политики, это будет негативный сигнал для евро, но это не означает сигнал к продажам, на самом деле, к таким среднесрочным, потому что в контексте глобального такого дампа доллара, который у нас происходит сейчас, потенциальное снижение пары евро-доллар, скорее всего, быстро выкупится, пара снова пойдет вверх, как раз таки из-за того, что просто появится еще раз удобная возможность для того, чтобы эти длинные позиции попали. Также стоит помнить, что немецкий конституционный суд, он ограничил возможность немецкого центрального банка, Буднесбанка, участвовать в программе активов, в программе выкупа активов от ЕЦБ, это не касается пандемической вот этой программы выкупа активов, и рынок будет очень внимательно следить за тем, что же скажет Кристина Лагард по этому поводу, по поводу того, могут ли возникнуть серьезные правовые барьеры, которые могут стеснить ЕЦБ в своих действиях, в усилиях, по стимулированию экономики, как раз таки вот через программу разнообразных количественных смягчений. Вот, в общем, следим за евро, следим за тем, что скажет ЕЦБ на этой неделе. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в среду.